Начнём? Я вообще эти признаки Абеля не рассказываю на своих лекциях, потому что они совсем практического применения никакого у них нет, а они такие непростые для осознания. Давайте, что нужно разобрать из домашнего задания? Первые два. Первые два – это какие? 48. 48. Так. 27, 48. И ещё? 27, 50. 27, 48. 27, 50. А вот был 65-й, да, или там какой-то? Стоит его разобрать? Да, должен был. Потому что это теоретическая задача. Давайте 27, 65 ещё разберём. Так, кто может рассказать 27, 48? Так, Паша. А кто-нибудь ещё может? 48-й. Давайте. А, ну давайте, Андрей, давайте вы тогда расскажите. А вы 27, 50. Можете рассказать? А может, 27, 56. А, 27, 56. Это, в принципе, при... 20... А, это... Я не понимаю, номер 5. Диар тангенс х. Да, можно. Значит, это номер... Он вроде бы был 7, 56. 27, 56, ещё пункт B. 20... Ага, вот, да. А, вы хотите его? Ну, расскажите чего-нибудь. Ладно, давай, давайте. Какой расскажите. Да какой хотите, да. Так и быть, да. А какой там N? 56? Угу. 7, 56. Да. Там что-то... N... Ну, Андрей сказал, что он... Но он действительно симпатичный. X от N... X. NX, да? Да. Ну, значит... И множество, напишите какое. Это важно. От 0 до 0 от 0. Да. Множество от 0 до плюс бесконечный. Да. Угу. Ну, что там было? А, ну, начинайте, понятное дело, что... Да, сначала мы ищем предельную функцию. Так. Потому что это стремится к X, потому что X. Да. 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 Вот, значит, нам нужно посчитать, как нормальная. Суга. Ага. Угу. 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 Да. Ну, и можно даже сразу модуль раскрыть. Да. Ну, можно выносить. То есть, можно писать, что это то же самое, что мы ищем в супремо. Пипа X умножить на пипа пола минус арктангенс NX. Да. Минус арктангенс NX, да? Ага. Да. Вот. А, то есть вы через производную делали, да? Так это... Минус, что нам получается, X на 1 плюс N раз X. Еще умножить все это на N, да? Да. Да. А это так вот. Да. А, соответственно, нам... Сейчас, а почему X-то? Пипа полам будет. Пипа полам минус арктангенс NX. Угу. 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 Да. Так. Пипа полам плюс арктангенс X. Ну, а в итоге-то что? Можно выразить от тангенс NX. Тангенс NX. Угу. Угу. И он будет равен NX делить на единицу плюс N по 5, X по вертию минус P пола. Да. Можно, соответственно, подставим этот арктангенс NX куда мы его поставим? Вот сюда. Учитывая, что X это какая-то функция N. Ну, только вот непонятно, как со знаком будет? Значит, если X равен 0, то будет 0 производная, да? Да. Да, если X равен 0, то понятно. Ну, соответственно, X равен 0, проверяем, там все хорошо. Тут 0, тут 0. Ну, и вы когда подставите вот это вот? Пополам X минус X. Ну, можно, да, писать сам X от N. Нужно так писать. А, ну, просто вы, просто напишите, что будет, когда вы подставите, да, вот это? Какой получится? Совсем результат? Ну, да. Совсем результат, да? Получается... Если вы подставите вот это вот решение... Получится пополам X минус, а минус 1, деленное на 1 на NX в квадрате плюс N. Только плюс тогда уж, да? Знак. Да, да. И останется вот такая штука, которая стремится к нулю, да? Да. Ну, потому что предназначено. Да, да, да. И поэтому равномерная сходимость есть, да? Да. Хорошо, спасибо. Но можно и проще решить эту задачу. Спасибо, Андрей. Давайте вспомним школу, конечно. Вот чему равен π пополам минус арктангенс альфа? Минус арктангенс альфа. Минус арктангенс альфа. Это будет арктангенс единица, деленная на альфа, правда? Правда. Вот. Ну, поэтому у нас получается, что мы ищем супремум по всем X из множества X, а здесь стоит X умножить на арктангенс единица на nX. Правильно? Да. Вот. Теперь, что мы можем теперь сказать? У нас арктангенс, он обладает каким свойством? Арктангенс t меньше либо равен t, да? Когда t положительное, да? Поэтому получается, что давайте я пишу арктангенс альфа меньше либо равен альфа, ну, если альфа больше нуля, да? Поэтому получается, что мы можем сказать, что это меньше либо равно, меньше либо равно, чем супремум по всем X из множества X, а произведение будет равно 1n, да? Вот. 1n, что стремится к нулю, да? Вот. Просто этот супремум, он равен 1n, потому что от X не зависит, да? Ну, давайте я напишу вот здесь равно 1n, вот так, да? То есть можно было школьными методами эту задачу решить. Так, теперь 48-я. Ну, давайте, Паш, тогда расскажите, пожалуйста. Так. А 50-ю кто сможет рассказать? Вы, да? Ну, давайте, да, потом вы. И еще 65-ю кто может... А, ну, давайте, да. Тогда как раз все... Все озадаченные будут, да? Так. Ага, да. Ну, сначала я тоже не вижу, что... Здесь видно, что степень отличается к константу. Ага. То есть можно сказать, что предоставлено равномерно. Да, ну, то есть... Да. Да, потому что у нас и фанатекс была неотрицательная на таком множестве. Да. Да. М-м-м-м-м-м-м-м. М-м-м-м-м-м-м-м-м. М-м-м-м-м-м-м-м. М-м-м-м. Да. М-м-м-м-м-м-м. М-м-м-м-м-м-м-м-м-м. М-м-м-м. М-м-м-м-м. М-м-м-м. Да. Как раз точка на промежутке от 0 до 1, коренной степени из 1 и 2. Так. М-м-м-м-м. Да, потому что до нее производная положительная, а после нее уже отрицательная. Так. Понятно? Находим значение на нашей степени. Здесь мы видим, что значение будет неразначено. Это будет как просто оттанно все. Угу. Угу. Так. Минус отличностей. Угу. Сходится, но неравномерно, да? Да. Ну, просто перечеркивайте. Неравномерно сходится к нулю, да? Или можно написать просто сходится неравномерно. Она может или ничего не сходится? Ну, конечно, если она расходится, то мы не можем вообще про сходимость говорить. Если человек живет в Америке, он не может там жить на какой-нибудь там улице Миколуха Маклая, да? Ну, да. В московской. Да. Как же это означает? Ну, можно сказать расходится. То есть есть такое. Есть расходится, да? Или там не сходится на таком множестве. Или сходится неравномерно. Вот если сходится, но равномерно не сходится, мы говорим, сходится неравномерно. Так. Давайте теперь следующий, 50-й. Ага, давайте, Илья, расскажите, пожалуйста. Да, стирайте. Нормально, сухая тряпка. Отлично. Сегодня прям счастье. Тряпка сухая. Мне правда сказать, что кто-то, наоборот, очень любит мокрую тряпку, да? У всех свои предпочтения. Так. Так. Да, отрезок 0,1. Угу. Ну, это, я думаю, всем понятно, да? Что это, когда мы можем делить на n, и числитель, и знаменатель. И тогда при делении на n числитель будет сходиться к x, а знаменатель будет сходиться к 1. Ну, сразу можно модуль раскрыть. Да, и можешь даже сразу оценить, чтобы этот супрем конкретный не считать. То есть... Ну, да. Ну, или просто на n поделить, да? Еще лучше. Ну, хотите на 1 плюс n, неважно, да. Теперь, чем можно оценить x на 1 плюс x? Ну, уж заведомо грубо, чтобы там-то не... Меньше равно n. Ну, конечно, меньше либо равно. То есть числитель не превосходит 2, а знаменатель больше либо равен 1 плюс n. То есть не всегда нужно этот супремум прямо вот совсем считать с точностью. Нам главное, чтобы предел равнялся 0. Поэтому если мы покажем, что супремум меньше либо равен, чем что-то, что вот к 0 стремится, да, да, и тем самым ответ... Сходится, да, давайте напишем. Значит, сходится равномерно. Сходится равномерно. Да. Да, ну, пишите множество x. Только мы даже опускаем вот это, то, что fn от x к f... Мы пишем fn и f, да? Да, спасибо. Значит, почему мы пишем fn и f? Потому что когда мы пишем fn от x и f от x, получается, что как бы мы берем числовые последовательности в точке x. А тут мы рассматриваем сходимость уже на множестве функций, да? Поэтому лучше писать fn равномерно сходится к f. Вот с моей точки зрения. Но на самом деле это совершенно не категорично. То есть кому как больше нравится. Просто если там будет много всяких параметров, то удобнее там вот опускать какие-то. Вот так. Хорошо. И теперь последнее. 2765. Давайте, Егор, расскажите, пожалуйста. Угу. 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 Да, где альфа-бета чуть меньше. Да, чтобы просто мы могли бы определить f от x плюс 1n, чтобы не вылезли за пределы области определения вот этой функции. Так. Давайте возьмем отсюда в точку 0. Угу. Тогда функция f' непрерывна на резке ab, а значит равномерно непрерывна на нем. А, альфа-бета только, да? Да, альфа-бета. Да. Ну, мы можем даже, знаете, чтобы совсем аккуратно, можно взять epsilon меньше, чем там b минус b пополам. Да, ну, потому что мы немножко вылезаем за пределы вот этой f от x плюс 1n. Чуть-чуть. Мы с обеих слов говорим. Да, ну, правильно. Но у вас же там будет меньше epsilon. И xa. У вас дельта, да? Все, понятно. Извините, да, понятно. Нам непрерывно на альфа-бета. Так надо брать какой-нибудь альфа и какой-нибудь чуть побольше, да? То есть, смотрите, у нас же f от x плюс 1n вылезает чуть-чуть за пределы, да? Поэтому нам надо брать не альфа-бета, я имела в виду, а чуть-чуть какой-нибудь бета... А плюс альфа пополам, но b плюс b... Нет, ну, можно писать просто от альфа до... Альфа-то там пойдет, вы же добавляете. От альфа до... Да, вот. До чего-нибудь, ну, до чуть побольшего, да? Чтобы для достаточно больших n мы как раз находимся на вот этом вот кусочке, да? Вот тут b плюс бета и напополам, да, возьмем? Да. И вот там уже, да. Да, тогда существует больше, наверное. Такое, что для любых, кстати, в 2, давайте, в 1, в 2, в 2, в 2, в 3, 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 в 3. Да. 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 Для которых разность меньше 7, в 3, в 3, в 3, в 3, в 3, в 3, в 3. Следует, что 1, в 3, в 3, в 3. Угу. 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 Да. Ну, то есть, может быть, из перевозок такого неравенства мы это получим. Да. Угу. Да. Угу. чуть-чуть, чуть-чуть поменьше. То есть, можно писать, чтобы еще бета плюс 1n был бы меньше, чем b плюс бета пополам, да? Было меньше, чем, сколько мы добавляли, b плюс бета пополам, да? То есть... Вот, ну, соответственно, ой, меньше. Ну, возьмем... Только не... А бета плюс 1n, да? А бета плюс 1n меньше, чем... Да. Да, вот это. Вот так? Да. Тогда это будет бетус, бетус бета пополам. Ага. Ну, положим, что да, n и максимум 1n будет. Так тогда тут n2 еще только напишите. Да. Угу. Да. Максимум 1. Угу. То есть, у нас надо, чтобы мы не вылезли просто за пределы. Угу. Так. Вот. Тогда смотрим на разность для регулировок. Да. И смотрим на разность для регулировок. Угу. Угу. А это будет одно, что у нас, ну, просто... Ага. Угу. Угу. Ага. А это по теореме программы, да, это производная точность. Промежуточный. Угу. 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 Да. Угу. 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 Да. Да. Ага. Ага. Да. Ну, замечательно. Ага. Хорошо. Да. Спасибо большое, Егор. Тогда давайте дальше уже... Наверное, больше вопросов по домашнему заданию нет, да? Тогда мы переходим уже к равномерной исследованию рядов на равномерную сходимость. И определение такое, ряд сходится равномерно на множестве х, если последовательность его частичных сумм сходится равномерно, да? То есть, если есть ряд сумма n от единицы до бесконечности, а n от х, ряд 1 из функций, определенных на множестве х, то мы будем говорить, что ряд 1 сходится равномерно. Вот для ряда нет такого вот знака равномерной сходимости, поэтому приходится писать на множестве х, ну, какой-то предельной функции s от х, если частичные суммы ряда, sn от х, вот эти, sn, равномерно сходятся к s на множестве х, где sn от х, это по-прежнему частичная сумма а1 от х, плюс и так далее, плюс а n от х. Вот давайте теперь с вами сделаем номер 2772. Там можно явно найти частичные суммы и предел 2772, и следует на сходимость вот такой ряд на равномерную. n от единицы до бесконечности, единица на х плюс n, х плюс n плюс 1. И это нужно сделать, если множество х по-прежнему такое вот был у нас. Интервал от 0 до бесконечности. Так, это какие-то любимые часто встречающиеся интервалы, или 0,1, или 0 бесконечности, или там какой-нибудь дельта 1, или дельта бесконечности. Очень часто встречаются. А я сейчас вас отмечу. Хорошо, что у вас много, это хорошо, то есть потихоньку все поправляются. Лиза. Артем, как у вас? Ага, Лиза. Как у Артем. Смотрите, если эта тема очень важная, если что-то непонятно, вот какие-то есть вопросы, мы можем сделать консультацию, но в зуме. Чтобы всем было удобно, скажем, в какой-нибудь день подумайте, вот, можно сделать консультацию в зуме. Когда все занятия были дистанционные, то от нас еще там дополнительно потребовали, чтобы по каждому занятию была бы консультация раз в неделю в зуме. И студенты бедные, они там до 11 вечера, потому что, представляете, по всем предметам, вот эти консультации, всем же велели. В общем, это было тяжело. Консультации были обязательны? Нет, но все равно это же как-то. Ага, спасибо. Так, а прошлое задание, Сань, есть, да? Ага, так, хорошо, хорошо. Все есть, да, отлично. Так, Андрей тоже. А, ну мы его разбирали. Так, Антон. Ну, разобрали. Так. Ну, да, у вас-то даже две точечки стоят. Ага. Которые ранние, да? Ага. Так. Ага. Теперь у вас одна точка осталась. Так. Ага. Да. Так, я сделал позу прошлую. У вас тут дает три точки, и еще вот сегодняшним будет четыре точки. Да, у меня одна точка, это позу прошлая. Вот, еще две я сделаю. А, поза прошлая или позу-позу прошлая? Ну, так. Короче, самое первое, что я не сделал. А, самое первое, хорошо. Так. И на сегодня у меня позу не сделал, половину писал. Ну, ладно. Ага. Да, кстати, Андрей, у меня что-то у вас тоже стоит какая-то на 17-е число. А, ну, тогда покажете. Ага. Хорошо. Ладно, ладно. Да, Дим, как у вас? Есть, да? Ага. Так. Саша. Ну, я кроме последней не смогу делать. Ага, остальные нормально есть, да? Ага. Так. Паша. Дима, тогда потом, да? Все мне сделайте. Ага, Арсений. Ну, сейчас вы поняли? Да, сейчас я поняли. Ага. Ну, можно, но это было бы очень муторно. Есть, да? Ну, хорошо. Так. Так, давайте. Вот, да. Начиная. Ага. Так. И заканчиваем у вас суток. Ага. Есть, да? Так, хорошо. Ты зачем скажи? Ага, да. Андрей, как у вас? У нас в кругу саджи. Угу, все есть, да? Ага. Так. Ну, да, Полин, я же уже потихоньку. Так. Ага. Да. Угу. Есть. Ага. Так, Даша. Угу. 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 А, так я вот это делала, ну, по сути, как вы потом потом показали. Угу. Да, это очень хорошо. Ага. Так. Хорошо, первое, но я не все сделал пока. Первое пока, так мне показали, да? Сегодня тоже. Ага, Никита, да? Ага. Да. Можно, пожалуйста, мы можем через сравнение? Ну, это пока признак, то есть признак Вейштрасса хотите применить. Ну, тут в данном случае просто вы сумму легко найдете, да? Да, ну, здесь ее можно так разбить, потом пойти. Ну, да, то есть частичную сумму находите, находите сумму и просто по определению. А у меня на сегодня тоже есть. А, на сегодня тоже есть. А, ну, хорошо, давайте. Ага. Так, то есть у вас осталось тем самым 4, 4 за... Да, да. Да, давайте, делайте потихоньку. Конечно, надо. А то как это... Так. Ну, хорошо, кто-нибудь сделал, можете рассказать? Давайте, Саша, расскажите, пожалуйста. Там можно стереть, если у вас места мало. Как это... Знаете, был старый-старый фильм про Золушку, там еще мальчику Раневская играла, и вот она там говорила, эх, жаль, королевство маловато. Вот у нас так с доской всегда бывает. Я все время вспоминала, когда дистанционно приходилось лекции читать, там совсем маленькая доска, вот это вот, что королевство маловато. Это про преподавателей математики. Получается, у нас частичная сумма равна полному числу. Да. Ага. Да, надо пояснять, почему частичная сумма такая. Мы уже много раз так делали. То есть общий член разбивается как разность. 1х плюс n, то и минус 1 на х плюс n плюс 1. И когда вы складываете, все получается так. Хорошо, теперь нужно равномерную исходимость исследовать. В принципе, если последовательность монотонная, это еще не факт, что она будет равномерно сходиться. Нет, ну давайте сейчас, давайте, да. Меньше либо равно, да, нет, просто на n плюс 1, их же больше нуля, да? Да, да. n плюс 1, да. Да можешь даже просто написать равно, да, не меньше либо равно, а просто равно единице на n плюс 1, уважай, да? Он не достигается, но он равен такому выражению, да. Включать, кстати, супремо, не стремится к нулю, да. Угу, да. Значит, здесь цельная, например, исходится к s в x. Угу, да. Ну и, значит, по объявлению ряд 1, это ряд с улицы s в x. Да, спасибо большое. Вот тут, кстати, в процессе решения Андрей задал хороший вопрос. Часто такая ловушка, что вот мы знаем, что если последовательность монотонная и ограниченная, то она сходится, это железно. А вот теперь вопрос, а вот если последовательность монотонная и равномерно ограниченная, да, вот будет она равномерно сходиться или нет? Нет, вот это уже не так, вообще говоря, и вот я вам советую, те примеры, в которых последовательность x, то есть x в степени n, это просто рассадник контрпримеров, это наша любимая баба-яга, то и на отрезке 0,1, то и на полуинтервале. Вот давайте, смотри, последовательность x в степени n и множество x 0,1, да, пожалуйста, можно 0,1, можно единицы не брать, она монотонная, правда, в каждой точке, она монотонная и она ограниченная, да, то есть у нас для любого x из множества x последовательность x в степени n монотонна. И мы можем равномерно ограничить эту последовательность, модуль x в степени n меньше либо равен единице, для всех x из множества x, да, но мы же на прошлом занятии показывали, что она сходится неравномерно, правильно? Да, но вот эта последовательность x в степени n сходится неравномерно. Ну, что значит пределы? Вот какие пределы? Мы могли бы взять вот так, пожалуйста. Нет, нет, в смысле при x в степени n сходится неравномерно. А, ну это вы в этом смысле смотрите, да. Но это уже монотонность функции по x, то есть не как последовательность, а как, что функция монотонная, да? Да, то есть она перефиксирует н, будет в степени единица, значит всегда для любого n найдется нашу окрестность, а он, соответственно, будет выходить за пределами нашей функции. Да, то есть тут монотонность можно рассматривать как по одной, да, так и по другой. Ну вот у нас вот так. И вот это очень важный контрпример, потому что на нем тоже подлавливают, да. То есть то, что касается равномерной сходимости, не все так уж совсем автоматически переносится со случая числовых последователей на случай функциональных. Хорошо, а мы с вами тогда давайте потихоньку с признаками сходимости равномерной ряда уже будем работать. Ну и прежде всего критерий Каши. Критерий Каши, кстати, вполне себе переносится автоматически, да. То есть критерий Каши, вот этот ряд 1, ряд 1, сходится равномерно на множестве х тогда и только тогда, когда для любого эпсилон большего нуля существует такой номер n от эпсилон, что для всех n больше либо равных этого номера n, для всех p натуральных и для всех х из х одновременно, вот видите, n зависит только от эпсилона. В равномерной сходимости выполняется неравенство модуль а n плюс 1 от х плюс и так далее, плюс а n плюс p от х, вот это меньше, чем эпсилон. Это критерий Каши, и с помощью этого критерия Каши получается, ну в основном на лекции, конечно, там доказываются какие-то признаки, доказывается равномерная сходимость, а на занятии чаще всего доказывают, что что-то сходится неравномерно с помощью критерия Каши. Хорошо, но нам главное, смотрите, что отсюда? Если мы возьмем p равное 1, я просто напоминаю то, что было на лекции, то что у нас отсюда будет? При p равном 1 у нас получается, что модуль а n плюс 1 от х меньше либо равен эпсилон. То есть, если ряд сходится равномерно, то для любого эпсилон существует такой номер n, начиная с которого для всех х вот это выполнено. Значит, что будет верно для а n? Стремиться к нулю равномерно, да? То есть, если ряд сходится равномерно, у нас тоже есть необходимое условие равномерной сходимости ряда. И это важно. Что вот это а n должно равномерно стремиться к нулю на множестве х. Это тоже очень помогает иногда легко показать, что равномерной сходимости нет. Давайте возьмем, не важно, как раз сумма n от нуля до бесконечности, е в степени минус n в квадрате х, а множество х – это вот такое. Вот давайте исследовать на равномерную сходимость вот такой ряд. Нужно как раз смотреть. То есть понятно, что в каждой точке у нас ряд сходится равномерно и даже очень быстро, потому что это будет еще поменьше, чем геометрическая прогрессия. Ну вот вопрос насчет равномерной сходимости на вот таком множестве. Так, ну так что же, будет или не будет? Нет, у нас ряд, у нас есть ряд. Давайте посмотрим на общий член. Будет он равномерно сходиться к нулю или нет, общий член? Нет, да? Почему? Да, потому что супремум, если мы возьмем супремум на множестве х, вот этой функции, е в степени минус n в квадрате х, он равен единице, да? Вот, поэтому ряд сходится неравномерно. Видите, как просто? То есть нам не нужно каких-то там придумывать признаков, а уже имеет смысл посмотреть сразу на общий член. Вот сходится он к нулю или нет на множестве. Хорошо. И теперь самый такой приятный признак – это признак Вейерштрасса. Но, к сожалению, он применим только если... Если признак Вейерштрасса на какой-то ряд действует, то этот ряд должен абсолютно сходиться. Поэтому признак Вейерштрасса какой? Если есть ряд 2, сходящийся, сумма n от единицы до бесконечности cn сходится, и при этом модуль аn от х не превосходит cn, где n натуральное, а х из множества х, то тогда ряд 1 сходится равномерно на множестве х. Вот так. Давайте теперь вот этот же самый ряд. Вот он. Мы поняли, что вот из-за нуля у нас все как-то не очень. Равномерность сходимости нет. Хотя в остальных точках очень все быстро, лихо сходится. Вот. Хорошо. Чуть-чуть отойдя от нуля. Теперь давайте рассмотрим, исследовать... Пускай это будет пункт А, а давайте пункт В. Исследуем вот этот же самый ряд на равномерную сходимость на множестве х уже от дельта до плюс бесконечности, где дельта больше нуля, фиксированное число какое-то. Вот давайте здесь поработаем с таким. Дельта больше нуля, фиксированная сходимость на множество х да, конечно. Да, да, ведь если мы расписали, то это то же самое, что определение равномерной сходимости к нулю вот этой последовательности i n от x. Ну, то есть смотрите, если получается, что если ряд сходится равномерно, нам... у нас p любое, да? А мы берем p равное единице, то есть получается, что для любого епсилон существует такой номер n большой, начиная с которого модуля n плюс 1 от x меньше епсилон. Прям даже меньше епсилон. А для этого не существует, получается? Нет, получается, что это же то же самое, что определение сходимости равномерной к нулю а n. Да. Вот, то есть получается, да, а вот для примера там супремум равен единиц, потому что если вы устремите x к нулю, да, то вот это есть степень минус n квадрат x стремится к единиц, да, и получается, что супремум равен единиц. То есть у нас в каждой точке вот эта последовательность меньше единиц, но при стремлении к нулю она стремится к единиц. Поэтому получается, что общий член не сходится равномерно к нулю. То есть необходимо еще условие, чтобы супремум вот этого главного члена... Да, стремился к нулю. ...к нулю. Да. Все, я поняла, спасибо огромное. Да, пожалуйста. Так, ну что здесь? Ну, ряд должен сходиться. У нас признак Вейштрасса. Мы, смотрите, что мы делаем? Вот равномерно сходимся. Мы сначала избавляемся от x, а потом уже работаем с n. И вот мы избавляемся от x за счет числового ряда. То есть вот у нас числовой ряд cn. Мы должны найти такой мажорантный ряд, что называется, да, для которого, который сходится и вот это выполнено. Конечно, cn будет стремиться к нулю, потому что... Но cn числовой, да. Какой тут нужно рассмотреть ряд cn? Конечно, да. То есть в данном случае у нас же дельта число, и поэтому получается, что мы берем ряд сумма n от единицы до бесконечности, е в степени минус n квадрат дельта, и вот этот ряд, конечно, сходится, да. А почему он, кстати, сходится? Ну, можно так. Можно сказать, что корень n степени из е в степени минус n квадрат дельта, это е в степени минус n дельта стремится к нулю, да. То есть куча разных способов, да. Или можно геометрической прогрессии там оценить. Вот. Хорошо. Ряд сходится, поэтому получается, что на множестве x вот этот ряд сумма n сходится равномерно, да. На множестве x на таком множестве ряд сумма n от единицы до бесконечности, е в степени минус n квадрат х сходится равномерно по признаку Вирштрасс. Вот. Понятно, как мы тут поступили? Вот тут еще одна ловушка, в которую часто попадают. Смотрите, какая ситуация. Вот получается, что на всем множестве равномерной сходимости нет. Но как только мы от нуля отходим на дельта, чуть-чуть отошли, вот там и равномерная сходимость есть, да. Но с другой стороны, вот на чем, получается, ловится, путают понятия там просто сходимости и равномерной сходимости. То есть, смотрите, если у нас последовательность сходится в каждой точке, да, то она сходится на множестве, конечно, да. А тут, если равномерная сходимость на каких-то множествах, ведь объединение по всем дельта вот таких отрезочков нам даст все это множество, правда? То есть, давайте, например, если мы назовем это множество x дельта, вот так, да, то получается, что ряд, если мы возьмем объединение по всем дельта больше нуля, вот этих x дельта, это будет как раз все множество. Но вот здесь равномерной сходимости нет. А на каждом x дельта равномерная сходимость есть. Вот. Поэтому вот здесь нужно быть аккуратными, потому что часто, когда задача исследовать на равномерную сходимость на каком-то множестве, люди говорят, а, очень хорошо, вот мы возьмем какие-нибудь более удобные множества, вот там равномерную сходимость мы проверим, а раз эти множества они заполняют все наше, то у нас, значит, получается, равномерная сходимость есть и на всем множестве. Вот это не так для равномерной сходимости, не так. Потому что для каждого такого множества есть вот этот свой n большой, зависящий от дельта, да, начиная с которого все хорошо. И не факт, что мы сможем из вот этих всех n больших, зависящих от дельта, выбрать максимальное. Они могут стремиться к бесконечности, да, когда дельт стремится к нулю. Поэтому вот это очень важно. Из того, что равномерно сходится на подмножествах и объединение всех этих подмножеств нам даст наше множество, еще не следует, что будет равномерно сходиться везде. Но это вы пока запомните, может, это трудно пока так это осознать. Давайте сделаем на признак Вейерстрасса 27,74 А, Г и Л. Так, 27 А, Г и Л. Так, пункт А, ряд, сумма n от единицы до бесконечности, единица на х квадрат плюс n квадрат. И множество х, это вся числовая прямая. Теперь пункт Г. Сумма n от единицы до бесконечности, nх поделить на единица плюс n в пятой х в квадрате, где тоже х, это вся числовая прямая. И давайте Л возьмем сумма n от единицы до бесконечности, и х в квадрате на е в степени минус nх. И здесь х, это вот такое множество, от нуля до плюс бесконечности. Давайте. А в н в пятой х в квадрате мы делим на квадрате х в квадрате? В каком пункте? В Г. В Г. Х в квадрате умножить на е в степени минус nх. Это Л. А, Г, nх поделить на единицу плюс n в пятой х в квадрате. Так. Что происходит в первом примере? Можно от полосы ограничить, а не делили они по праву? Конечно. То есть здесь, да. 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 Видите, у вас уже есть опыт, уже есть набор сходящихся рядов, и вот так потихонечку вот с этим. То есть мы замечаем, что в первом случае можно оценить сходящимся рядом. То есть у нас получается в первом случае а n от х не превосходит единицы на n в квадрате, единица на n в квадрате сходится. Поэтому ряд сходится равномерно по признаку Вейерстрасс. Вот так. И это верно для любого х из множества х. Теперь здесь смотрите, чем можно пользоваться? Вот вы будете искать супремум, да, подставлять там значения и смотреть с рядом, да. В принципе, можно отбрасывать конечное число членов ряда. Вот отбрасывание конечного числа членов не влияет на равномерную сходимость. Или как хотите. Но тоже надо искать, короче говоря, надо искать супремум и смотреть, что там будет. Супремум по х надо оценить общий член ряда какой-то последовательности, не зависящей от х. И так, чтобы числовой ряд, который получился, чтобы он сошелся. Вот давайте. А чем? Ну, если получается, мы возьмем, у нас тут 1 плюс n в 5 х в квадрат. Так. Если мы добавим туда 2n в 5 пополам на х, то у нас получается разность, квадрат разности. квадрат разности всегда больше либо равен 0, получается, что 1 плюс n в 5 х в квадрате всегда больше либо равен, чем 2n в 5 1 пополам на х. Да, это правильно, Даша, вы говорите. То есть в данном случае можно применить, по-моему, это называется, или там, неравенство каши школьное, да, вот это. Как-то, что неравенство такое, что а плюс b пополам больше либо равно, чем корень из а, b, да. Вот это, да, неравенство, что среднеарифметическое, наоборот, больше либо равно, да. То есть это нам даст, что 1 плюс n в 5 х в квадрате будет больше либо равно, чем 2, да, n в степени 5 вторых и на х, да, вот, правильно. И поэтому получается, что здесь... Значит, получается, что мы можем сказать, что а, n от х будет меньше либо равен, чем в итоге что. Мы делим на большее, получаем меньшее, поэтому у нас что-то останется. Ну, вы же правильно сказали, осталось только оценить общий член. Надо же. Правильно, 1 зеленая на 2n в 3 х в квадрате. Да, да, то есть меньше либо равно, чем 1 на 2n в степени 3 вторых, правда? Вот, вот так, очень хорошо, да. И видите, у нас получился числовой ряд, даже никаких супремов считать не нужно. Нет, иксы сократятся как раз. То есть вся идея и правильная, это чтобы иксы сократились. Поэтому у нас получается, вот это мы берем cn, да, сходящийся ряд, cn сходится. Поэтому получается, что в случае g ряд сходится равномерно по признаку Вейер-Страсс. Вот, понятно, да? То есть тут действительно получается такое хорошее решение. А вот здесь уже придется искать супремум. х в квадрате умножить на е в степени минус nx. Да, меня часто как-то на этом ловят, говорят, что у вас х то он такой, то он такой. Ну, хотите, да. Я понимаю, да, что вы люди аккуратные, поскольку на ВМК, там, раз уж х, должен быть везде одинаковый х. Да, вот, ну давайте так, да, и тут разные, ну, в общем, это да, у меня такой, вот так меня на этом подлавливает. Я вообще сама училась на Мехмате, могу сказать, что там народ куда безалабернее, чем на ВМК, вот, в целом, да, они такие. Вот, тут люди гораздо дисциплинированнее, вот, вот это вот. Да, надо искать супремум. Сделали, нашли? А, расскажите, пожалуйста, Ада, Илья. Да, можно стирать, как хотите, и дальше там стирайте, чтобы королевство было, да, где писать. Так. 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА То есть максимальное значение общего члена ряда, n-ого, в точке 2 делить на n. И поэтому a n-ая от x будет меньше либо равен, чем что? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Так, да. Угу, да. Ага, сходится. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ага. Угу, да. 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 О, да. Да, отлично. Спасибо. Хорошо. Ну, давайте теперь перейдем уже к признакам дерехле-абеля. Здесь по аналогии с тем, что для числовых рядов мы рассматриваем ряд только функциональный, но ряд из произведений. То есть давайте я напишу ряд 3. И сумма n от единицы до бесконечности, а n-ая от x на bn-ая от x. Вот. И опять все у нас определено на множестве x большое. Тогда признак дерехле-абеля такой. Здесь последовательность bn-ая в каждой точке x должна быть монотонной, да, чтобы мы могли опять преобразование вот эти все применять абеля и с ними работать. Итак, признак дерехле-абеля. Для равномерной сходимости ряда 3 достаточно выполнения одной из двух парусловий. Первая пара условий по аналогии с числовым рядом. Смотрите, у нас частичные суммы sn от x для an, да, давайте я напишу, по-прежнему sn от x, это a1 от x плюс и так далее, плюс an от x. То есть частичные суммы должны быть равномерно ограничены. То есть, что значит равномерно ограничены? То есть существует такое число, m больше 0, что для всех n натуральных и для всех x из множества x выполняется модуль sn от x меньше либо равен m. То есть замуровали ни от n не зависит, ни от x не зависит, просто число посадили вот в такую клетку. Так, это a, a, b, что последовательность bn от x должна быть монотонна, как последовательность, да, поэтому я пишу в скобочках по n. Не каждая из функций монотонна, а именно в каждой точке x монотонная последовательность. И bn равномерно сходится к нулю на множестве x. Это первая пара условий. Теперь вторая пара условий такая. Ряд сумма а, ряд сумма n от единицы до бесконечности, а n от x, сходится равномерно на множестве x. И b, опять-таки, последовательность bn от x монотонна, а также вот, да, по n в каждой точке. Давайте я напишу для любого x из множества x, да, для любого x из множества x. И последовательность bn от x равномерно ограничена на множестве x. Тоже я пишу на множестве x. x равномерно ограничена на множестве x равномерно, в смысле x равномерно? Ну что это последовательность, да, в каждой фиксированной точке у нас монотонная последовательность. Она может в каких-то точках возрастать, в каких-то убывать. Нам лишь бы была монотонная. Вот. Давайте теперь разбираться с примерами. И самые главные примеры – это вот очень часто что-то тригонометрическое умножается на что-то монотонное, да. Давайте разбираться. Вот такие два ряда. Нужно исследовать оба этих ряда на равномерную сходимость в двух случаях. В первом случае а – это отрезок от дельта до 2π минус дельта, где дельта мы выбираем от 0 до π. Так, чтобы просто… это был бы действительно отрезок, а не пойми чего, да, не пустое множество. Вот. И в случае b – интервал уже цел. Целый интервал от 0 до 2π. Вот давайте. Нужно вспомнить, вернуться на машине времени назад, посмотреть, чем ограничены частичные суммы синусов, ну и косинус, и посмотреть, в каком из случаев можно применить вот этот признак. Где? Равномерно ограничено? Равномерно ограничено – это значит, что вот мы можем ее оценить в константы. Да, р – равномерно ограничено. Так, давайте. Вспомним, чем ограничены частичные суммы синусов и частичные суммы косинусов. Вот все, что мы делаем, это все не зря. Там сумма ограничена на 2 делить на синус х пополам. Там 2 делить на 2 синус х. То есть, смотрите, что мы знаем? Мы знаем, что для любого n натурального сумма k от 1 до n синус kx модуль не превосходит 1 поделить на синус х пополам. Я тут пишу без модуля, потому что х пополам от 0 до 2 пи, синус там положительный. И то же самое для косинусов. Модуль сумма k от 1 до n косинус kx меньше либо равен 1 на синус х пополам. И тоже на наших множествах. И в пункте а, и в пункте b. Это верно, да? x и тут x. Когда x принадлежит x. Так, вот давайте дальше разбираться. В первом случае, мы начали доказать, что она в первом случае синус х, и она ограничена. Так, давайте разбираться. Да, частичные суммы равномерно ограничены. Почему? Чем они будут ограничены в случае а? Нам надо найти то, что не зависит ни от n, ни от х. Ну, у нас синус же у нас. Так, синус. Нет, это будет тогда больше либо равно. Чем мы можем ограничить в случае а? Но давайте мы, как раньше, пускай это будет sn первое от х, а это sn второе от х. Первое, второе от х. Да, конечно. То есть, смотрите, у нас в первом случае и во втором случае а мы можем сказать, что sn первое от х не превосходит единица на синус дельта пополам. И вот это верно для всех n натуральных и для всех х из множества х. Да, то есть мы дошли до константы. Да, можно человек довести до ручки, а нам надо вот эту последовательность довести до константы. Вот мы довели до константы. Все, значит, хорошо. И то же самое для sn2. То же самое, дельта пополам. Да, то есть с этим мы разобрались. Теперь что у нас будет bn? 1 делить на n. Да, давайте разбираться. Теперь, пока со случаем а. bn – это 1 делить на n. Что можно про нее сказать? Она не зависит от х. Стремится к нулю. Она не зависит от х, а монотонно стремится к нулю. То есть, смотрите, что получается. Получается, что она для каждого фиксированного х монотонная, но раз она от х не зависит. А раз она сходится к нулю и не зависит от х, значит, равномерно сходится к нулю, потому что все, ха нет. Значит, равномерно сходится. И все. И поэтому получается, что в пункте а оба ряда сходятся в силу какой? Пару условий. Первый, да? Получается, что в пункте а получается, что оба ряда сходятся равномерно по первой паре условий признака Дерихле Абеля. Давайте разбираться теперь вот во втором случае. Во втором случае сможем мы чем-нибудь ограничить частичные суммы, если мы от нуля до пи пополам уже находимся? Нет, да? Потому что когда мы подходим к нулю, вот эта штука сходится к бесконечности. И на самом деле, действительно, вот здесь равномерной сходимости не будет. Давайте поймем, почему так. Ну, наверное, можно стереть, да? Вот это. Как? Стираю, да? Пункт а. Давайте смотреть. Переходим к пункту б. Вот тут надо пробовать рассуждать так же, как для гармонического ряда. Давайте посмотрим. Критерий Каши же был написан, а сейчас будем с отрицанием развлекаться критерием Каши. То есть смотрим частичную сумму, вот какую. Синус nx, ну там n плюс 1, да? Поделить на n плюс 1, плюс и так далее. Ну, давайте опять сумму от n до 2n возьмем. Синус 2nx на 2n. Вот давайте подберем такое число x отсюда, что там, скажем, все синусы больше либо равны какой-то константы. Понятно, что это число будет зависеть от n, да? И оно будет стремиться... Не число, а число xn, да? Давайте попробуем найти xn какое-то, такое, чтобы вот все синусы, которые сюда входят, они были бы больше либо равны какой-нибудь константы. Ну, там, скажем, 1, 2, там, или что-нибудь там, единица на корень из 2. Какой можно взять? Нет, пи делить на 2n, это... Надо поменьше. Пи делить на 4n, да? Да, ну, да, например, вот если мы возьмем такое xn, равное пи на 4n, например, да, то тогда что у нас будет выполнено? У нас будет выполнено, что n плюс 1 на x, да, пи на 4n, это будет меньше и так далее, меньше, чем 2n и на 4n. И давайте смотреть, что у нас будет с той и с другой стороны. Тут у нас получается чего там? Пи пополам, да? Вот. А здесь получается это больше, чем пи на 4, да? Поэтому все синусы можно чем ограничить? Для такого x, да? Да. Значит, это будет больше либо равно, чем в случае... Вот, если мы возьмем x равно пи на 4n, синус... Все синусы больше либо равны, чем единица на корень из 2, да? Вот они сюда попадают. Поэтому будет единица на корень из 2, а здесь будет 1 на n плюс 1, плюс и так далее, плюс 1 на 2n. Ну, а дальше давайте как с гармоническим рядом. Чем это можно ограничить еще больше либо равно? Как мы делали? Последний, да, вот этот. И на их количество. То есть это сколько будет? Одна вторая, да? То есть я пишу, что вот это больше либо равно единица на корень из 2, всего n штук, и делим на 2n. То есть получается единица на 2 корня из 2. Вот он, эпсилон. То есть получается что? Получается в пункте b для последовательности, для первого ряда, да? Существует, давайте я тут стираю, в пункте b. Существует эпсилон, равное единице на 2 корня из 2, да? Такое что? Что мы говорим? Для любого n большого существует n маленькая, да, равное p, равное n большое, да? И существует x, равный p на 4n, да? Такие что? a n плюс 1 от x плюс a 2n от x. Вот это a n плюс p, да? Больше либо равно эпсилон. Поэтому сходится неравномерно. Вот, неравномерно. Давайте теперь попробуйте то же самое провернуть, только для косинуса. Тоже подобрать какой-нибудь x. Но тут уже p на 4n не получится, потому что косинус p пополам – это 0, да? Надо подобрать опять какой-нибудь x, чтобы вот точно такая же штука сработала. p на 6n, да? Ну или там p на 3n, да? Да. Вот давайте теперь… Можно стирать, да? Можно. Давайте то же самое сделаем для косинусов. По аналогии. Мы берем теперь x, то есть у нас вот кусочек косинус n плюс 1, x на n плюс 1, плюс косинус 2n, x делить на 2n. Теперь мы берем xn равно p на 6n, да? Вот так. Как раз тут будет от пи на 6… Да, вот так, да? То есть у нас получается n плюс 1 на xn меньше, чем 2n на xn. И у нас получается, что там, в каких пределах? p на 3. Да, то есть это будет равно пи на 3, а это будет меньше, вернее, больше, чем пи на 6. Поэтому косинус на таком промежутке какой будет самый маленький? 1,2, да? Косинус пи на 3. То есть у нас получается, что все косинусы, косинус 1,2 больше либо равно, чем косинус 2n, x вот этот, больше либо равно, чем косинус на n плюс 1 на xn. Поэтому, подставляя вот этот xn, чем мы можем оценить косинусы? Вот, больше либо равно, если x равно xn, что у нас тут будет? По аналогии с тем, что для синусов было? 1,2. И там 1,2, да? 1,4. То есть получается, больше либо равно 1,4. То есть совершенно аналогично у нас получается, сходится неравномерно. Вот так, да? В пункте А есть равномерная сходимость, а в В нет равномерной сходимости. Это такие важные примеры, что их даже часто дают на экзамене, как дополнительные задачи. Надо, да, вот запомните, что здесь нужно подбирать. И на самом деле очень часто, когда там равномерной сходимости нет, вот от такого типа интервал, то вот такого типа последовательности подбирается. То есть если вы смотрите, вот вы закрыли там синусы, а тут что-то такое стоит, ряд сам по себе. Если синусы замените, на константу будет расходящийся, да? То вот на таком же интервале можно пробовать таким же способом доказывать. Хорошо, да? Все косинусы больше, чем 1 вторая, и меньше, чем корень из трех половых. Ну, нам это не важно. Нам нужно, мы же все косинусы, они больше либо равны 1 второй, да? Вот, вот так, я просто неправильно. Сейчас. То есть они здесь, корень из трех половых. А, да, больше либо равны, да-да, я неправильно написала знак. 1 вторая, все косинусы, этот будет, ну, правильно, больше либо равны, больше либо равны, да? Но мы-то берем тот самый маленький, да? Поэтому у нас получается вот так. Теперь давайте посмотрим следующую задачу, немножко изменим условия. Вот, например, мы возьмем теперь такой ряд. Сумма n от единицы до бесконечности. Здесь будет синус х на косинус nx поделить на n. Давайте возьмем. И еще возьмем ряд такой, сумма n от единицы до бесконечности. Здесь будет х на синус nx поделить на n. Давайте возьмем, скажем, х на 2π минус х и на синус nx поделить на n. Вот, ну, и тоже на множестве вот этом возьмем 0 и 2π. Вот уже на таком множестве такие ряды попробуем исследовать на равномерную сходимость. Вот здесь будет или не будет. Вот. 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 Что здесь? Чем можно частичные суммы оценить у числителя в первом случае? А косинус чем мы можем оценить? Все можно оценить двойкой. То есть смотрите, в данном случае у нас вот этот синус, на который мы умножаем, он компенсирует то, что знаменатель устремляется к нулю. То есть в первом случае у нас мы рассматриваем а n от x равное синус x на косинус nx. Правильно? Поэтому получается, что можно про sn от x чем оценить? Конечно! То есть у нас получается sin x делить на sin x пополам. Это если x только не равен нулю, и x не равен 2π. То есть вот. А когда мы поделим, у нас получается, что это будет 2 косинус x пополам и меньше либо равно 2. То есть здесь, видите, мы смогли оценить за счет того, что синус. Ну и понятно, что если x 0 или 2π, то там просто нули. Значит, если x равно нулю и x равно 2π, то тогда сумма нулей нам не важна. То есть смотрите, получается, что частичные суммы равномерно ограничены. или два, или там двойкой, да? Равномерно ограничены. Дошли до числа. А дальше что нужно сказать? 1 делить на n равномерно или сходится? К нулю и монотонно, да? То есть у нас получается... Давайте я тут напишу. 1 делить на n монотонно сходится к нулю и не зависит от x. Поэтому получается, что ряд сходится равномерно опять по первой паре условий в признаке Дерехлия Абеля. Да? Понятно, да? Давайте попробуем теперь поработать вот с этой суммой. Что можно про нее сказать, когда мы будем брать с n? Так. То есть... x на 2π минус x. То есть опять, если мы возьмем вот это равно an от x, то у нас получается, что модуль с n от x, частичная сумма, да, вот этих, она не превосходит, что там x на 2π минус x и делить на синус x пополам, да? И это верно, если x на интервале, да, 0, 2π. Ну, понятно, что на концах там нули. Вот дальше, как нам показать, что это меньше либо равно какой-то константы? . То есть, смотрите, вот Андрей правильно говорит, у нас существуют пределы этой функции, когда мы идем к концам, да? То есть функция непрерывная, вот эта, правда? Давайте назовем как-нибудь f, да? f от x непрерывно на интервале 0,2π. Давайте смотреть. Предел какой будет? Предел, когда x стремится к нулю, sn от x. Он будет равен чему? 2π минус x пополам. Ну, x к нулю, да? Просто 2π только умножить на 2, да? 4π. 4π, правда? Потому что x делить на синус x пополам сходится к 2, да? А это 2π. То есть предел равен 4π существует, да? И предел, когда x стремится к 2π, sn от x, он тоже чему равен? Тому же самому, да? Вот. Потому что если мы заменим x на 2π минус x, то у нас будет то же самое, да? Поэтому тоже равен 4π. Поэтому мы нашу функцию можем доопределить до непрерывной на отрезке. Правда? Да. Значит, получается, что функцию f можно доопределить до непрерывной. До непрерывной. А что верно для непрерывной функции? Вот непрерывная функция на отрезке, она какая? Ограничена на нем, да? То есть мы можем доопределить до непрерывной, а непрерывная функция на отрезке ограничена. Поэтому у нас получается, что существует такая константа m больше 0, что модуль f от x меньше либо равен m для всех x, ну, уже там на 0 и 2π уже, да? Мы функцию доопределили. То есть непрерывная функция на отрезке ограничена. Вот эти множители, они позволяют нам вот с этим синусом разобраться, да? Его воспитать. Вот. Все. А дальше получается тем самым, получается, что модуль s n от x меньше либо равен m, да? И опять одна n монотонно стремится к нулю. То есть тут идея тоже такая, что мы можем равномерно ограничить. И похожие идеи у нас будут в следующем семестре, когда там будут 3D Fourier, и мы будем вот компенсировать вот эту бяку там в знаменателе умножением на всякие вот такие константы. То есть мы так потихоньку привыкаем к тому, что будет в следующем семестре. Давайте домашнее задание. Тоже, Паша, вы, да, будете все фотографировать. Надо прямо перед вами это все написать. Так. Домашнее задание. Мы только на вторую пару условий не разобрали примеров, но в следующий раз тогда. Домашнее задание. 27, 73, 27, 68, 27, 77 пункты b, v, d, i, m, 27, 76, 27, 79, 27, 81 и 27, 81. Вот так. Все. Тогда все.